Авенир Ноздрин известен большинству ивановцев как депутат Первого Совета. На выставке в одноименном музее проследили его жизненный путь. Дом, где родился будущий общественный деятель, располагался на улице 10 августа. Ноздрин получил профессию гравера и работал на фабриках. В поисках правды пешком дошел до Киева, писал стихи, общался с Валерием Брюсовым. Признанный поэт хотел издать книгу Ноздрина, но их переписка не сохранилась. Когда при аресте НКВД, практически в библиотеку увезли, и в том числе его переписку с Валерием Брюсовым. Он одно время переписывался и Брюсов его оценил. В 1905 году семья сильно пострадала от погромов черносотинцев. Ноздрина на два года отправили в ссылку. Родственники помнят его как человека скромного в быту, свободолюбивого, с обостренным чувством справедливости. Ноздрин не случайно не состоял в большевистской партии. Хотел жить по совести, а не по уставу. Пытался просветить рабочий класс. Всю жизнь он не просто занимался поэзией. Он издавал журналы, газеты, писал книги, писал заметки о театре, занимался краеведением. Ну и такая самая известная, наверное, его должность после уже революции 1917 года, сначала после февральской, после октябрьской тоже. Это, конечно, выпускающий редактор газеты «Рабочий край», ну, как она считается, первой газетой. В 1917 году рабочие избрали Ноздрина депутатом Первого совета. Он был уважаем, часто выступал на публичных мероприятиях. Но закончилась жизнь поэта трагично. Попал в число репрессированных и погиб в следственной тюрьме. Похоронили Ноздрина в безымянной могиле на кладбище Балино. И вот бабушка, моя прабабушка и его жена, она встала на колени и умоляла этого сотрудника кладбища, чтобы показали и отвели на могилу. На потомках еще долго сказывалось то, что они были в родстве с авиниром Ноздриным. Реабилитировали поэта в 1957 году. Он был перезахоронен на кладбище старых большевиков в Успенском сквере в Иванове. Из подлинников на выставке представлены дневники авинира Ноздрина, его фотографии, переписка с женой, стихотворение, написанное на день рождения внучки, стул из кабинета поэта. За этой дверью копии из архивов НКВД. Последняя фотография, датированная 1938 годом. Именем Ноздрина назвали улицу. На мемориале Красная Талка установили бюст. Борельеф Ноздрина есть на здании музея Первого Совета. Палехские художники запечатлели одно из первых собраний рабочих во главе с Ноздриным у реки Талка. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова